1 декабря в Городенской православной гимназии Конаковского района прошло торжественное мероприятие, посвященное 25-летию со дня основания учреждения. Почетными гостями праздника стали губернатор Игорь Руденя, председатель попечительского совета гимназии Сергей Степашин, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. Тему продолжит Наталья Чекет. Свою историю православная гимназия ведет с 1996 года. Она стала одним из первых учреждений России, где начали возрождать традиции духовного просвещения и образования. Сейчас в учебном заведении обучается 160 детей из разных поселков и деревень. Я езжу практически из Козлово. Это очень-очень прекрасная школа. С наставлением наших духовников у нас все получается очень легко. И вообще учение нам дается прекрасно. У нас очень дружелюбные педагоги, нам всегда все помогут и надо ответить на все вопросы. По сравнению с другими школами тут обстановка намного добрее. Дружелюбнее, спокойнее. Все друг друга знают. Коллектив у нас как семья большая. Все друг другу готовы помочь. Хорошие взаимоотношения не только со школьниками друг с другом, но и учителей со школьниками. Среди учеников большинство ребят – дети из многодетных, неполных или неблагополучных семей. Учреждение ориентировано на воспитание юных жителей Верхней Волжи в духе православия и формирование у них духовных ценностей. Православие – это очень нужный и помогающий средство в воспитании подрастающего поколения и становлении их гражданственности. И вот мы находимся в зале. Здесь каждое утро проходит молитва утреннее. Здесь дети приобщаются к православию. В гимназии созданы все условия для всестороннего развития учеников. Спортивный зал, компьютерный класс, современно оборудованные кабинеты и библиотека. За четверть века здесь сложились добрые традиции, появились свои достижения. Во многом это заслуга бессменного руководителя учреждения, настоятеля храма Рождества Богородицы в селе Городняк, протеерея Алексея Злобина. Каждый год среди выпускников гимназии есть и золотые медалисты. Учителя подобраны, конечно, и работают по десяток лет. Знают учеников своих всех, каждая. В общем, у нас так как дом родной. Они приходят к нам, приезжают вот с утром. У нас три автобуса. Сразу едут в три стороны. Дальше четвертая сторона у нас Волга, туда не уедешь. Вот три стороны едут, собирают детей, привозят их сюда. И они вообще у нас целый день учатся. В честь 25-летия гимназии глава региона Игорь Руденя сделал ученикам подарок и передал учреждению новый автобус. Он рассчитан на перевозку 24 человек и оснащен всеми необходимыми средствами безопасности. Хотел бы вспомнить слова святителя Филарета Дроздова, который сказал, что просвещение приносит пользу государству тогда, когда оно основано на вере. И я уверен, что так же, как и наш многовековой храм Рождества Богородицы, так же эта школа будут многие-многие века выпускать духовных людей. Помимо углубленного преподавания дисциплин, связанных с основами православия, в гимназии открыто более 20 кружков и секций для учеников с 1 по 11 класса. Почетные гости торжественного мероприятия в своих приветственных словах не раз подчеркивали, что это уникальная гимназия. Преподаватели учат своим взглядом смотреть на жизнь детей, а взгляд этот, он свершается через призму священного писания, историю церкви, историю нашего Отечества. Здесь, кроме образования, дают еще и то, что мы называем просвещение и воспитание. Я знаю, как вы любите свой родной дом, потому что эта школа для вас является одним домом. А почему еще? Да потому что здесь замечательный преподавательский состав, неравнодушный, знающий, умеющий и любящий. На счету педагогов и их воспитанников множество побед и призовых мест в конкурсах, соревнованиях, предметных олимпиадах. У выпускников высокий процент поступления в вузы Москвы и Твери на специальности гуманитарной направленности, что соответствует профилю гимназии.